О перспективах строительства и финансовой поддержки. Вице-губернатор Алексей Кайдалов встретился с главой Росавтодора Романом Староитом. Возместят в полном объеме, но только по приезду. В Департаменте финансов называют расходы на оплату льготного проезда первоочередными, наряду с выплатой зарплат. Отдохнуть и поправить здоровье. Отдых по путевкам мать и дитя вошел в активную фазу. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Вице-губернатор Ненецкого округа Алексей Кайдалов и глава Росавтодора Роман Староит обсудили перспективы развития дорог на территории НАО, сообщает сайт администрации Ненецкого округа. В ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве, стороны поговорили о федеральной поддержке наиболее значимых региональных проектов в сфере дорожного хозяйства. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, региону необходимо более интенсивное развитие дорожной сети. На сегодняшний день протяженность единственной федеральной трассы на территории субъекта составляет всего 4 километра. Это дорога на подъезде от Наринмара к аэропорту. В 2015 году трасса была полностью приведена в нормативное состояние. В текущем дорожном сезоне на ее содержание из госбюджета выделено 7,5 миллионов рублей. При этом более 580 миллионов направлено Росавтодором в качестве межбюджетных трансфертов в казну Ненецкого округа на реализацию работы по строительству участков автодороги Усинск-Наринмар, а также ремонт и капремонт действующей дорожной сети. Ведомство держит на особом контроле строительство дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Наринмар. Есть понимание важности реализации данного проекта как для жителей Неницкого автономного округа, так и соседней республики Коми. Новая трасса обеспечит 174 населенных пункта с населением более 525 тысяч человек автомобильным сообщением по дорогам с твердым покрытием и создаст устойчивую автомобильную связь двух регионов, отметил Роман Старовойт. В свою очередь, вице-губернатор Алексей Кайдалов рассказал о планах по строительству объездной трассы в Наринмаре для разгрузки существующих городских дорог. Регион также планирует привлекать на реализацию масштабного и значимого для Наринмара и близлежащего поселкоискателей проекта федеральные ресурсы. В июне 2016 года был изменен механизм авансирования льготной дороги. Власти округа пошли на этот шаг из-за дефицита бюджета. В условиях серьезного разрыва между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами окружной казны необходимо расставлять приоритеты при планировании расходов. Сегодня речь идет о необходимости выплаты в полном объеме заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы, а также налоговых отчислений. Обеспечить исполнение этих обязательств возможно лишь при условии оптимизации других статей расходов. В данном случае это ограничительные меры по авансированию льготного проезда, цитирует вице-губернатор Татьяна Лагвиненко, пресс-служба администрации округа. Теперь расходы за льготный проезд чиновникам и бюджетникам будут возмещать по возвращении из отпусков. А сумма аванса, ранее не имевшая ограничений, теперь не превышает 10 тысяч рублей на работника и члена семьи. От жителей региона часто поступают вопросы о порядке оплаты проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления финансов Департамента финансов и экономики Ненинского округа Александр Покулин. В окружном бюджете средства на оплату проезда заложены. Расходы на окончательный расчет также будут финансироваться в первую очередь. Согласно новым условиям, работник в течение трех дней предоставляет авансовый отчет, а после этого получает сумму за оплату билетов в полном объеме. По путевкам мать и дитя отдохнули уже 285 жителей округа. Таким образом, санаторно-курортное лечение прошла треть получателей путевок в 2016 году. За счет средств окружного бюджета дети и сопровождающие их родители отдохнули и поправили здоровье в санатории юности города Ясентуки, Делучи, города Анапы и в санатории Митина Кировской области. Всего на 2016 год с учетом дополнительных соглашений было закуплено 868 путевок мать и дитя в санатории на Черноморском побережье, Кавказских минеральных водах и в Средней полосе России. Эти направления для санаторного лечения были определены, исходя из профилей заболеваний детей Неницкого округа. Основным центром оздоровления детей из НАО стал санаторий в Анапе, в который закуплено 729 путевок. Лечение, питание и проживание входит в их стоимость. Отдохнуть по путевкам жители округа, у которых есть особые показания, смогут вплоть до конца декабря. По рекомендации окружной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей из НАО, отделение соцзащиты контролирует качество оказания услуг жителям в санаториях. С этой целью проводится выборочный телефонный опрос. Все поступившие жалобы оперативно отрабатываются. Кроме того, в учреждении напоминают, что родители, сопровождающие своих детей в санаториях по путевкам мать и дитя, несут за них полную ответственность. 33 выпускника Неницкого округа будут получать высшее образование по целевым местам. Это будущие медицинские работники и педагоги. Профильное окружное ведомство и учреждения заключили 20 договоров на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров и 13 на подготовку будущих врачей. В числе вузов-партнеров округа – Северный федеральный университет имени Ломоносова, Северный государственный медицинский университет, а также Российский государственный педагогический университет имени Герцена. В педагогическом университете имени Герцена по очной форме обучения будут готовить молодых специалистов по направлению педагог родного языка и литературы, а также педагогика экономика. В САФУ на заочном отделении будут учиться 17 абитуриентов из поселков Харивер, Нельминос и Искателей, деревень Лабожская и Каменка, сел Ома и города Наринмара. Все они уже имеют среднее профобразование и работают в окружных учреждениях. Два педагога получат высшее образование по направлению физическая культура, пять – специальное образование, пять – начальное и дополнительное, четыре – дошкольное, один – психолого-педагогическое. Вступительные экзамены прошли в Наринмарском филиале САФУ в июне. О очной форме обучения для 4-й городской школы планируют подготовить учителя физкультуры. Получать высшее медицинское образование по договору о целевом обучении будут 8 человек. На лечебное дело поступают 7 человек, четверо – по направлению стоматология и два выпускника планируют стать педиатрами. Всего в 2016 году заключено 33 соглашения о целевом обучении. Если раньше вузы нам давали, предположим, какое-то количество, например, 10, 20, 30, сколько-то, мы на это искали детей, проводили конкурс для них, и они поступали. Сегодня вузы берут на целевые места, это значит, что нужно найти работодателя. То есть заключается договор между работодателем и вот этим абитуриентом, будущим студентом. Списки первой волны поступивших в вузы будут известны в конце июля-начале августа. Окончательные итоги вступительной кампании 2016 будут подведены в сентябре. Полный спектр услуг по проведению медицинских осмотров. В Денисском округе готовятся к открытию частного медицинского центра. Подробности через несколько секунд. Актуальные проекты и свежие идеи в регионе ищут разработчика торговой интернет-площадки. Твоё видео на севере. Вы автор мастер-класса, курса лекции или тренинга. Вам нужна видеовизитка на сайт. Вы хотите рассказать о своём товаре или услуге и разместить в интернет-магазине? Мы запишем и смонтируем это видео для вас. Всего за 20 тысяч рублей вы получите аренду хромакейной студии на 2 часа, видеозапись, статичный или динамичный фон заднего плана и смонтированный видеофильм. Закажи свой видеоролик сейчас. 2-17-17. В Наринмаре готовится к открытию частный медицинский центр. Предполагается, что для жителей региона учреждение откроет дверь уже в сентябре-октябре текущего года. Одними из первых в клинике побывала наша съёмочная группа. Чисто, светло и просторно. Частный медицинский центр вышел на финишную прямую. В помещении уже завершён ремонт. Соответствующие требования к медучреждениям продолжаются монтажные работы и установка медицинской информационной системы. В ближайших планах – оформление разрешительной документации и получение лицензии на оказание медицинских услуг, рассказывает один из учредителей клиники Анатолий Горелик. Спектр услуг будет входить как в проведение медицинских осмотров для всех категорий граждан, так и консультации специалистов, таких как терапевт, эндокринолог, хирург, кардиолог. И многие другие. Также планируется приглашение специалистов из других регионов для оказания консультативной помощи жителям Ниньского основного округа. Кроме того, в частной клинике жители НАО смогут пройти лабораторную диагностику, различные медицинские процедуры провести, назначенные специалистами курсы лечения. Пока в медицинском центре будут только платные услуги. В перспективе учредители планируют войти в систему обязательного медицинского страхования и начать оказывать бесплатные услуги, рассказывает один из основателей центра Анатолий Горелик. Сейчас в клинике идет монтаж медицинского оборудования. При его выборе акцент был сделан на качество. Так, большинство медицинских приборов сделаны отечественным производителем. А высокотехнологичное оборудование выбрали европейское. Европейское высокотехнологичное оборудование, в частности ультразвуки, значит, офтальмологическое оборудование, значит, лаборатория и, наверное, гинекология. Напомню, бизнес-проект по открытию в Наринмаре частного медицинского многопрофильного центра получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей в мае этого года. На открытие центра общество с ограниченной ответственностью за полярный медицинский центр получило из окружного бюджета 1 миллион рублей. На средства гранта приобретена часть оборудования. Общие затраты на реализацию проекта составили более 30 миллионов рублей. Предполагается, что для жителей региона учреждение откроет двери уже в сентябре-октябре текущего года в центре Наринмара по улице Ленина, 19. Дмитрий Марков, Антон Гладряков, Телеканал «Север». Комитет инвестиций и развития предпринимательства поддерживает не только готовые проекты, но и создает новые. В базе данных Фонда поддержки предпринимательства появились два новых стартапа. Уже готовые идеи ждут своего разработчика, активного предпринимателя, который сможет воплотить актуальный проект в жизнь. Сельская мини-пекарня, сельскохозяйственная ферма, частный детский сад, химчистка, турбаза и многое другое. Сегодня округу необходимы новые формы производства и предоставления услуг. Ставка делается исключительно на частный сектор. Специально для него эксперты Фонда поддержки предпринимательства разрабатывают бизнес-идеи. Проект разрабатывается по идее проектного офиса и по проведению мозгового штурма нашими сотрудниками. Мы садимся и думаем, какой проект можно реализовать у нас в населенном пункте. Далее специалисты Фонда разрабатывают укропненную финансовую модель данной идеи. И в результате, когда мы его вешаем у нас в инновационном разделе, любой заинтересующийся, он может посмотреть уже просчитанные риски, он может посмотреть просчитанный спрос на данный проект. В результате получается готовая модель проекта со всеми расчётами. Сегодня в банке данных два проекта – предприятие по переработке рыбы и торговая интернет-площадка. Последний проект особенно важен для региона. Онлайн-магазин позволит сводить местного продавца и покупателя из любого уголка мира. Товар будет самый разный. Бурки, дикоросы, наринмарская колбаса и многое другое. Согласно онлайн-опросу, 68% жителей округа, принявших участие в голосовании, считают проект перспективным. Теперь эксперты Фонда ищут потенциальных инвесторов. Прежде всего, это должен быть человек, который знает, что такое продвижение, потому что написать сайт – это, в принципе, не такая сложная работа, когда есть люди, которые готовы этим заниматься. Самая сложная история – это маркетинговая составляющая и продвижение в социальных сетях, продвижение в поисковиках. Вообще маркетинговая компания, которую нужно грамотно выстраивать – это дорого. По словам эксперта, срок окупаемости проекта не менее пяти лет. За это время разработчику необходимо будет вложить немало средств и времени на раскрутку торгового портала Ненинского округа. Без поддержки и консультации предпринимателя не оставят. Кроме того, в фонде можно выиграть грант или получить деньги взаём на льготных условиях. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Северодвинский журнал с ненинскими авторами. Стихи, эссе и прозы известных окружных поэтов и писателей вошли в новый литературный журнал. Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России. 8 800 101 83. Север становится ближе. Всё, что вы хотите знать о литературной жизни Севера, теперь можно найти в одном издании. В Северодвинске вышел в тираж новый журнал «Русского северослова». В составлении сборника принимала участие Любовь Царькова, редактор, литератор и автор нескольких изданий. Про морожку прекрасные стихи. Ягода морожена, ты ли не в части. Мало кто знает, что эти строки принадлежат Ангелине Прудниковой. Двинская амазонка, как она себя называет, знает всё о литературной жизни Европейского Севера. Любимых авторов и яркие произведения редактор из Северодвинска объединила в новом журнале «Русского северослова». Уникальность в том, что нет вот этого официозного подхода. То есть её никто не стеснял. Никакие рамки, никакие финансы, потому что она всё это делала по собственной инициативе. Не стремление кого-то там продвинуть из друзей. Просто она как человек, редактор и сам писатель и поэт, прекрасно знающий местную литературу, выбрала то, что вот ей душа близка. Новое и содержание журнала. Здесь можно найти статьи о краеведении, языковой словарик, стихи начинающих поэтов и прозу именитых писателей. Из 19 представленных авторов. Треть из Ненецкого округа. Это члены литературного объединения Заполярье. Александр Литков, известный под псевдонимом Вада Коларь, пишет о мифах и сказаниях ненецкого народа. Любовь Царькова в своих эссе рассуждает о творчестве Вада Коларь и Андрея Чуклина. В журнале опубликованы избранные стихи поэта. Сейчас у нее осталось несколько наших авторов, которые уже посланы, вот ютуберы Николая Миловского, стихи Каныгина и еще кое-что, которое она планирует уже в следующем номере. Она нас похвалила за то, что мы самоорганизованные оказались. То есть она попросила, мы все прислали. По задумке редактора «Альманах» будет выходить в печать два раза в год. Следующий номер журнала «Русского северослова» любители и ценители северной литературы увидят накануне Нового года. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Участники проекта «Дикари», побывавшие в Нинецком округе, в марте этого года выпустили фильм о своей экспедиции в Арктику. 23-минутное видео так и называется «Дикари в Арктике». Напомню, команда из семи человек на двух внедорожниках «Лады» и хеджбеке «Лады-Хрей» преодолела более 6000 километров от Тольятти до Наринмара и обратно. В рамках экспедиции «Дикари» побывали в поселке нефтяников Варанде и на берегу Баренцева моря установили флаг в честь 50-летия автоваза. На Печоре в Наринмаре автомобили устроили экстремальный тест-драйв, в ходе которого «Лады-Хрей» по льду и снегу разогналась до 150 километров в час. По словам участников проекта, несмотря на то, что «Лада-Хрей» отправилась в путешествие без специальной подготовки, машина отлично зарекомендовала себя в сложных арктических условиях. Двигатель хеджбека уверенно запускался после двух суток простоя при температуре минус 38. Расход топлива при такой температуре составил чуть более 8 литров на 100 километров пути. Оценка возможностей отечественного автомобиля – не единственная цель экспедиции проекта «Дикари». Совместно с окружной администрацией и местными предпринимателями автолюбители планируют развивать арктический туризм. На встрече, которая прошла в марте, договорились арктические маршруты запустят в следующем году. Для их тестирования в январе 2017 года «Дикари» планируют организовать два промо-тура. Российские туроператоры проедут по арктическим маршрутам и дадут свою профессиональную оценку. На этом у меня все. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...